Добрый день, вы смотрите открытую студию проект Места города. Как создать уникальный бренд и его защитить. Тема сегодняшнего эфира у нас в гостях федеральная сеть агентств по защите интеллектуальной собственности Бибренд, а именно представитель офиса в Костроме Екатерина Чикина. Здравствуйте. Компания начинается с названия. С чего начинается работа над товарным знаком? Во-первых, хочется сказать о том, что такое товарный знак. Товарным знаком является любое название или логотип, который вы используете в бизнесе. То есть бренд, то, что сейчас очень известно, то, что популярно, это по сути товарный знак. Чтобы он действительно был максимально успешен, то он должен быть зарегистрирован. Иначе это просто незарегистрированный товарный знак, который могут использовать все, и он будет не принадлежать никому. И разработка товарного знака начинается, во-первых, с понимания того, какой товарный знак вам нужен, потому что их существует несколько видов. Точнее, там словесный товарный знак, то есть это название, изобразительный, это логотип компании, или комбинированный, в котором сочетается и название, и дизайн. Исходя уже из этого, можно отталкиваться в разработке товарного знака. Если работать с нашей компанией, то в нашем случае разработка начинается, во-первых, с заполнения брифа. То есть за человеком, которому нужен товарный знак, закрепляется неймер, то есть человек, который будет именно разрабатывать название само. Поэтому этот человек отправляет бриф, и клиент должен его максимально четко заполнить. В нем отображаются все пожелания клиента. То есть если у него уже название какое-то текущее, то почему именно это название, что в нем нравится, что в нем, возможно, хотелось бы сохранить. Если человек ничем не занимается еще, то есть у него только он хочет заниматься каким-то товарным знаком, то он отображает, какие названия ему нравятся. Не обязательно в той сфере, в которой он работает, то есть просто исходя из каких-то своих предпочтений. И также обязательно указывается, на какую целевую аудиторию будет направлен бизнес клиента. Если это все заполнено четко, очень грамотно и очень подробно, то никаких сложностей в основном не возникает, и клиент с неймером очень быстро находит общий язык, и уже неймер предлагает различные варианты. В течение где-то трех, максимум десяти дней, то есть у клиента уже будет где-то 10 названий, из которых он может выбирать. Если названия не понравились, то неймер предлагает ему еще варианты. Если случается так, что у клиента с неймером не получилось найти общий язык, то за человеком закрепляется другой неймер. И так будут работать до тех пор, пока клиент не скажет, что да, вот это название мне нравится, мы его регистрируем. Также плюсом получается то, что все названия, которые предлагают наши неймеры, они уже патентопригодны. То есть они все индивидуальны, и по России, и нигде в Российской Федерации нет подобных названий. Если в дальнейшем клиенту нужен еще также и изобразительный товарный знак, то есть логотип, то с ним связывается уже дизайнер, с которым также заполняется бриф, к которому также отправляются какие-то картинки логотипов, которые нравятся, на что хотелось бы быть ориентированным. И также дизайнер по такому же принципу предлагает новые варианты. Все они также патентопригодны, и клиент уже сам выбирает просто какой товарный знак, в каком виде ему больше нравится, и там уже дальше приступаем непосредственно к регистрации товарного знака. В каких случаях выгоднее создавать товарный знак с нуля, в каких выгоднее доработать то, что имеется? Вообще это зависит больше от предпочтений клиента, от его необходимости, от его именно пожеланий. Чаще всего с нуля разрабатывают те, кто не сильно привязан к названию, те, кто, например, только открывает бизнес, или те, кто купили бизнес и хотят его развивать, или те, кто просто открывает новое направление. То есть есть какой-то завод, да, они изготавливают, например, одежду, они хотят выпустить новую линию одежды и разрабатывают свой товарный знак, также просто внедряют его потом в производство. Дорабатывать лучше тем, кто боится каких-либо больших изменений, или у кого есть определенная уже аудитория, которая обращается именно к нему, и которую он побаивается, возможно, в какой-то степени потерять. В таком случае, конечно, лучше доработать товарный знак. Ну, или если у клиентов, возможно, какие-то очень тесные связи именно с названием, они касаются каких-то личных, может быть, переживаний, или там адресованы, может быть, с родственниками придуманы и так далее, то в таком случае тоже, конечно, лучше доработать товарный знак. Какие методы как раз доработки товарного знака существуют? В основном мы используем доработку словесного элемента, то есть проводим проверку, да, когда то получается, что, например, есть какой-нибудь товарный знак «Солнышко», и он уже зарегистрирован. В базах Роспатента, то есть какое-нибудь желтое солнышко или горячее солнышко, то есть с добавлением прилагательного, оно никак не меняет смысловую нагрузку самого товарного знака, поэтому нельзя так доработать. Поэтому после также заполнения брифа, неймеры предлагают именно такие товарные знаки, в которых бы смысл менялся солнышко, то есть, например, какая-нибудь солнечная полянка, солнечный денек, то есть основная часть, в принципе, то, что это солнышко, это остается, но меняется именно смысл. Если это какие-то иностранные названия, да, то иногда бывает проще менять, потому что, ну, в иностранный язык, например, английский, он немножечко проще в этом плане, то есть там и прилагательные немножко по-другому пишутся, и дорабатывать там несколько полегче. Вот, также есть доработки по фэнтезийным, это, то есть, если есть какое-то слово, его добавляют с другим словом и подают уже на регистрацию, то есть, например, если вот вас зовут Светлана, вы хотите открыть бар со своим именем, можно назвать бар Светлана, подавать именно в слове, ну, в слитном написании, и это уже будет как фэнтезийное слово, которым, в принципе, ни бар, ни Светлана уже не могут предъявить никаких претензий. Есть такой нюанс, что, например, составляется такое вот фэнтезийное слово, оно подается в черно-белом варианте на регистрацию в Роспатент, а потом по нашим, так скажем, по законодательству, да, вы можете просто использовать бар Светланы и разделять его цветом, то есть, например, бар выделить красным, Светлану черным, и получается у вас как бы разделение именно за счет цветового аспекта. Также есть доработка до неохранных словесных элементов, то есть, есть определенный вид слов, которые не подлежат именно патентопригодности, то есть, слова общего употребления, или, например, слова, которые не индивидуализируют, да, не как бизнес, а именно там вот как роза в цветочном бизнесе, да, там или такси в разряде доставок, то есть, их они никак не индивидуализируют, они просто показывают, чем компания непосредственно занимается. Вот, таким можем мы предложить, например, регистрацию через логотип, то есть, разрабатывается логотип, в который либо вписывается само слово, да, либо просто подается отдельно от словосочетания. И таким образом у вас появляется товарный знак, который отражает вашу деятельность, и который патентопригодный, который вы можете защищать, вы можете отслеживать уже по Российской Федерации. Вы осуществляете под ключ все процедуры, связанные с товарным знаком. Это разработка дизайна, проверка уникальности, регистрация и помощь в упаковке бизнеса во франшизу. Почему, на ваш взгляд, так мало тех, кто стремится все-таки защитить свой товарный знак? Сейчас все-таки немножко ситуация меняется. Все-таки, с учетом того, что очень много претензий предъявляется ежегодно, то народ у нас все-таки стал обращать внимание на свой бизнес, на свои названия, стал защищать потихоньку. Единственное, что очень плохо, что нигде не освещаются именно результаты по этим судебным разбирательствам, которых с каждым днем становится все больше, которые очень масштабны по своим материальным затратам. То есть у нас народ, в основном, если с этим не сталкивается, если специально не ищет именно информацию по данному аспекту, он иногда и не задумывается о том, что такое товарный знак, что такое интеллектуальная собственность. То есть вообще это кажется какими-то такими запредельными понятиями, которые очень близки от него, от его бизнеса. Поэтому, да, люди не очень за этим следят, не очень иногда и развиваются именно в этом направлении, пытаются найти какую-то информацию. Также нюанс еще в том, что некоторые, кто уже поняли, например, что товарный знак – это вроде как бы им нужно, начинают искать информацию в интернете и, например, наталкиваются на строчку о том, что регистрация занимает 18 месяцев. И они считают, что полтора года – это очень много, мы не хотим тратить на это время, и откладывают этот момент до тех пор, пока опять же не придет претензия. Но нужно понимать, что сейчас все идет вперед, и сейчас 18 месяцев – это регистрация именно с почтовыми отправлениями. Сейчас есть электронный документ, который уже сократил этот срок до 9 месяцев. Также еще, если человек вовремя оплачивает, например, госпошлину, он может сократить этот срок еще и до 7 месяцев. Также существует, сейчас появилась буквально в прошлом году, процедура ускоренной регистрации. То есть если человеку необходимо прям срочно зарегистрировать товарный знак, то он может сделать это за 2 месяца. Да, это потребует больших вложений, но, тем не менее, такие шансы есть. Эта услуга, она есть сейчас в Роспатенте. То есть, пожалуйста, вы можете зарегистрировать и за 2 месяца свой товарный знак. Еще, думаю, аспект в том, что из-за того, что это мало где-то освещается, то люди ждут именно момента, когда к ним уже придет претензия, когда они уже в сложной ситуации, и они вынуждены именно регистрировать товарный знак, иначе у них нет никаких возможностей дальше развивать свой бизнес. Тоже, конечно, не очень хорошо это, но, тем не менее, радует, что хотя бы в такой случае люди все-таки обращаются, люди пытаются работать, люди пытаются как-то защищать свой бизнес. Некоторые меняют свой товарный знак. Даже, например, у нас есть компания в Костроме, находилась она на второй Волжской, название не будем говорить, не будем нарушать закон о рекламе. Наверняка и так все поймут. Работала компания, ей пришла первая претензия, они погасили ее, то есть выплатили там неустойку, штраф, точнее, который был им начислен, и дальше сменили название и также не зарегистрировали себя. Это привело к тому, что спустя пару лет им пришла вторая претензия, к которой не также там был начислен штраф, они опять же его оплатили, опять сменили название и снова не зарегистрировали его, а также использовали. Им пришла третья претензия, которую они покрыли, конечно, штрафы заплатили, но у них уже не осталось денег на развитие своего бизнеса. Вот, ну, могут мне сказать, возразить тем, что это просто провинциальный город, это один пример из, просто из тысячи городов, да, но не все застрахованы, естественно, то есть даже крупные компании не застрахованы от таких просчетов, да, например, пару лет назад один оператор у нас, очень известный в России, запустил рекламу своего нового тарифа, в который были привлечены очень крупные звезды, которых много было вложено именно в маркетинг, очень много денег. А потом оказалось, что название тарифа, оно является собственностью одного молодого человека, одного индивидуального предпринимателя, который подал иск, естественно, на то, что использует его интеллектуальную собственность, и вот разбирательства сейчас идут все еще там, ну, очень долгий, да, этот процесс, потому что действительно компания просто вложила огромные деньги, да, в это все, но, насколько я знаю, например, в прошлом году молодой человек уже получил выплату в 20 миллионов рублей. Неплохая выплата. А вы оказываете помощь в получении патента. Какие сложности возникают у тех, кто решает этим заниматься самостоятельно? Патент – это очень сложная отрасль интеллектуального права, да, и я думаю, что ей можно посвятить даже отдельную программу, я постараюсь коротенечко сказать. В принципе, все сводится к тому, что патент – это изобретение. Изобретение очень сложно его, во-первых, отнести к какому-либо виду патентов, в которых существует три, то есть сложно именно выбрать какой вид, сложно описать именно патент, очень сложно просчитать именно, есть уже что-то такое или нет, потому что все равно крупных каких-то изобретений сейчас мало. В основном компании используют какие-то усовершенствования уже имеющихся открытий, навыков, наработок и так далее. Вот, и понять именно, что есть ли уже такое на Российской Федерации или нет, очень сложно. Поэтому, конечно, лучше обратиться в компанию, которая проведет патентный поиск, которая до подачи заявки на патент уже вам скажет, у вас есть шансы или шансов нет, где, возможно, стоит что-то поменять. Просто хотя бы даже в описании, да, то есть юридически правильно его составить, чтобы его рассмотрели в Роспатенте. Также на этом этапе формируется уже примерно понимание того, что Роспатент примет или нужно уже дорабатывать какие-то, собирать доказательную базу в пользу именно клиента, да, чтобы там были какие-то доводы юридически, что там, например, его изобретение отличается уже от зарегистрированного или там имеет новизну или еще что-то. Также, если все-таки получилось у человека это все этапы пройти, он зарегистрировал и получил свой патент, на него ложится бремя именно по поддержанию патента. То есть каждый год нужно платить пошлины на поддержание патента. Так как это в отличие от, например, товарного знака дается не на 10 лет, а может даваться на 5, 10 или 25 лет, причем с которых 25 лет, надо каждые 5 лет именно пролонгировать еще этот момент, то есть это все не забыть на протяжении этого времени, то является сложность именно не потерять свой патент, потому что если вы упустили оплату пошлины, например, в один из годов, то вы можете, обратившись, конечно, в компанию это все вернуть, но если вы это упустили, то самостоятельно это вернуть практически невозможно, и просто ваш патент теряет свою силу. То есть им уже могут пользоваться просто все остальные люди, кому это будет необходимо. То есть у вас получается, что деньги, которые вы вложили в развитие, которые вы в производстве, например, использовали его, то они просто обнуляются. Вы занимаетесь также отслеживанием незаконного использования интеллектуальной собственности. Какой ущерб может понести лицо, которое в какой-то момент это все пустило на самотек? Ну, в основном это репутационные, да, вот издержки получаются. То есть от лица компании начинает кто-то предлагать свои услуги или предлагать какую-то продукцию, да, которая может быть некачественна. То есть потом человеку доказать, что это от его имени, что это не он это все предлагал, да, и воплощал, бывает очень сложно. То есть можно потерять клиентов, можно потерять репутацию. То есть это материальные и репутационные, конечно, потери. Поэтому нужно именно отслеживать самостоятельно, пытаться как-то мониторить интернет, да, или все, или обращаться также в компанию, где вам могут в течение месяца отслеживать, могут в течение года все это отслеживать, все эти компании. Причем отслеживание идет не то, что там тождество, да, чтобы компания была именно с таким же названием, а может быть и схожее название, то есть до степени смешения, да, то есть человек может понимать, что это не та компания, а просто схожая с ними. И именно если вы отслеживаете, у вас есть шанс, например, с этой же компанией выйти на переговоры и сказать, что, ребят, ну давайте вы будете под моим лейблом работать, под моим брендом, но тем не менее вы будете платить мне определенную сумму. Например, если человек не хочет, там, тот клиент просто разрабатывать свой товарный знак, ему легче работать уже под имеющимся. То есть это для вас будет, наоборот, бонусом, что вы можете, во-первых, найти компаньона, который будет вас развивать, будет вас расширять, масштабировать ваш бизнес и еще и платить вам за это деньги. Почему бы нет, это тоже очень хорошо. В каких случаях нужна оценка стоимости бренда и как она происходит? Что может влиять на стоимость? Стоимость бренда считывается в основном из формулы, которая очень достаточно большая, которую пользуются очень редко, но в принципе стоимость считывается из узнаваемости бренда, из того, сколько вы затратили на бренд, то есть его сумма, то есть сколько вы потратили на регистрацию товарного знака, сколько вы потратили на рекламу, сколько вы потратили на маркетинг. То есть из этих трех составляющих именно сумма более-менее так составляется. Также нужно учитывать именно на какой степени идет товарный знак за регистрацию, то есть он дается на 10 лет. Если это только самое начало этого срока, то, конечно, бренд будет стоить дороже. Если уже срок истекает, то, конечно, его стоимость будет гораздо меньше, потому что клиент уже будет понимать, что если он покупает такой товарный знак, то ему нужно будет потом заморачиваться с продлением. Это тоже потребует определенных вложений, это тоже потребует определенного времени. Также можете сами прикинуть, то есть вы, если хотите купить товарный знак, или работать по чьим-то товарным знаком, то вы можете прикинуть примерно его стоимость, чтобы хотя бы на переговорах уже апеллировать тем, что вот вы знаете, я знаю, что у вас вот так-то вот я посчитала по формуле, вот у меня такая стоимость получается, а вы мне заворачиваете там в 4-5 раз больше. Давайте мы с вами пересмотрим эту сумму и придем к какому-то уже другому соглашению. То есть это получается, вы уже можете идти на компромиссы. И также еще эту стоимость смотрят те, кто просто отслеживает стоимость своего бренда. То есть сравнивают, например, сколько он в прошлом году стоил, сколько он уже в этом году стоит, сколько они могут вложить в рекламу, например, в следующем году и какова стоимость их бренда будет в следующем году. Какие преимущества у тех, кто сотрудничает с вами? Преимущество в том, что вы получаете гарантии получения свидетельства. То есть это в договоре обязательно все прописано, что наша с вами работа заканчивается только в тот момент, когда мы вам передаем свидетельство. Если вдруг возникают такие ситуации, при которых требуется, например, повторная подача заявки или разработка, доработка бренда до другого какого-то состояния, то есть если получили предварительно какой-то отказ, то финансовых вложений вы новых не несете, потому что разово идет оплата до того, как мы начали работать. И уже повторно каких-то вложений мы не можем от вас требовать. Это, мне кажется, немаловажно для клиента, то есть он не рискует какими-то своими деньгами, то есть он получает именно гарантии. Также у нас очень хорошая подготовительная база идет перед тем, как вообще начать работу с клиентом, то есть до оплаты. Мы проводим проверку товарного знака, она финансовых вложений от клиента не требует, но проверяется именно качественно по открытым и по закрытым базам Роспатента. То есть мы предварительно до того, как начать уже непосредственно работу с клиентом, примерно представляем, что именно какие сложности у нас будут. Это все обговаривается с клиентом, то есть если есть какие-то, например, доводы в его пользу, это все обговаривается обязательно, что да, у вас сейчас есть какие-то трудности, но мы можем вот в этом случае с вами работать, мы можем получить товарный знак. Если уже получается так, что товарный знак, например, зарегистрировать в текущем виде невозможно, то подключается именно команда доработки. Плюс для человека в том, что это все находится именно в комплексе, то есть не надо никуда еще дополнительно обращаться. Автоматически все будет приходить. Автоматически приходит бриф, автоматически там уже неймеры все это связываются, причем это все именно обговаривается, как именно удобно человеку работать. То есть если ему удобно звонить в какое-то определенное время, то мы будем работать именно в таком плане. Если удобнее списываться в Вайбере, в Ватсапе, в ВКонтакте, неважно где, то, конечно, мы будем так работать. То есть в этом плане для человека, конечно, лучше, что его не отрывать от работы, он именно общается в то время, когда ему удобно. То есть это определенный тоже бонус есть. Также у нас упрощенный электронный документ оборот. То есть получается сроки получения свидетельства сокращаются. Также электронный документ оборот позволяет нам получение заявки приоритета, то есть временного свидетельства на товарный знак, именно сократить с двух месяцев до двух недель. То есть через две недели после подачи заявки в Роспатент, человек уже может именно с товарным знаком работать, он может его уже развивать, он может с ним работать, рекламировать и так далее, продвигать везде, где ему угодно. И он будет защищен. И если кто-то захочет использовать его товарный знак, то он уже может бороться за свои права, он уже может отставить свое название. Также мы предоставляем 30% скидку на оплату госпошлин. То есть это тоже существенно экономит бюджет компании. И это опять же проще для человека, потому что сэкономить 10-15 тысяч, это конечно бонусом лишним не будет. Основные плюсы нашей компании, это именно прозрачность работы, это именно гарантии, которые мы предлагаем, которые мы выполняем. И также еще у нас договора, например, застрахованы на 5 миллионов. То есть человек, работая с нами, он не рискует абсолютно ничем. Все деньги у него будут в сохранности. Если даже ему не понравится по каким-то причинам работа с нами, то всегда можно прервать сделку. Если это уже запущено далеко, ну если это, точнее, только начало этой сделки, то сумма ему вернется. То есть абсолютно ничем не рискует человек. А так как у нас команда все равно профессионалов, так как мы являемся второй в России компанией по именно по зарегистрированным товарным знаком, на втором месте, да, то я думаю, доверие мы определенно заслуживаем. И ваше напутствие, как создать уникальный бренд и вырастить из этого успешное предприятие? Во-первых, нужно все равно регистрацию. То есть это бонусом именно для всех компаний. То есть не надо говорить, что мы маленькая компания или мы ничего не производим, мы только оказываем какие-то услуги, это не важно. Если у вас есть товарный знак, это ваш актив, вы с ним можете работать, вы с ним можете развиваться, вы можете его продавать, вы можете брать под него суды, например, там в банках, да, это ваш нематериальный действительно актив, который идет именно на пользу вам. Это имидж компании, потому что бренд, он стоит дороже, бренд вызывает больше доверия. Это индивидуализация именно на рынке, потому что иметь уникальное название, которого нет по всей Российской Федерации, это здорово, это помогает в бизнесе, вы можете позиционировать именно себя как серьезную компанию. Пусть вы только что открылись, вы можете говорить, что а мы вот серьезно относимся, мы себя зарегистрировали, мы продвигаем свой бренд, именно свой созданный. Надо вкладывать все равно в развитие, то есть в рекламу, в маркетинг, не надо бояться открытия новых товарных знаков, то есть есть люди, которые говорят, что там, ну вот у нас ООО там, АВГД, и когда мы, ну у нас клиенты уже знают под таким названием, нас компаньоны знают под таким названием. Это не идет смена названия компаний, вы также и станетесь ООО и П, как вот у вас было. Это именно дополнительный актив, который вы регистрируете, который вы развиваете, который идет на пользу в итоге вам, потому что это безопасность вашего бизнеса. Опять же, если у вас крупные планы в дальнейшем, вы можете развивать, идти уже в другие регионы с этим названием. Там не будет таких названий уже нигде никак, ну никаким образом. То есть открытие франшиз, которые сейчас получили повсеместное распространение, оно тоже осуществляется только после того, как у вас зарегистрирован товарный знак. Поэтому нужно бороться именно за свое название, нужно его отстаивать и нужно с ним развиваться. Спасибо, Екатерина. Как создать уникальный бренд и его защитить, говорили мы сегодня. И у нас в гостях была федеральная сеть агентств по защите интеллектуальной собственности Бибренд, а именно представитель филиала в Костроме Екатерина Чикина. Защищайте свой бренд и всего вам доброго. До свидания.